здравствуйте друзья мы с вами на канале это он тв программе особая папка меня зовут марк горин со мной студии мой компетентный собеседник яков кедми здравствуй я же я приоткрою зрителям немножко нашу творческую лабораторию с тобой и честно скажу что у нас были мы думали о разных темах на сегодняшний день вот но ситуация в сирии на северной границе израиля требует нас внимание мы не первый раз возвращаемся к тематике этого региона и ситуация требует и политического и журналистского внимания к тому что там происходит вот что же там все-таки происходит потому что комментарии самые разные и и как бы даже может теряемся рассказать нашим зрителям что же все таки там происходит там ничего нового нет вот в отношении комментариев очень интересно да вот я об этом и говорю вдруг вдруг как по мгновению палочки волшебной все западные средства информации которые гордятся тем что свобода слова и не свободная информация вдруг перестали говорить о беженцах африканцах которых только месяц назад все шумели и исчезли с экрана и с экрана в телевизором все упоминания вообще о том что беженцы из африки или мигранты из африки завалили италию и заваливают европу в отношении беженцев которые идут через турцию или эмигрантов которые бегут через турцию там больше мигранты без вдруг исчезли беженцы и эмигранты из афганистана все говорят только одном беженцы из сирии из ирака нет испарились были и нет из афганистана были и нет да очень много упоминаний сирий а только сирия 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 а второе тоже очень интересно вот все это из-за асада то есть есть такой невооруженным глазом видно что пытаются использовать этот поток беженцев которому асад имеет косвенное отношение все переводится на асада нету игила нет и джаба ледносра нету разрушенного ирака нету ливии ничего есть асад исчезлия ада из-за которого бедные несчастные сирийцы и только они бегут в том смысле что асад не позволяет прекратить войну не не так не говоря ну так далеко зачем просто зачем людям молочить голову какими дополнительные факторы вот это все но это может что пытаются использовать эту человеческую трагедию которую породили именно для того что может быть попытаться сделать еще один нажим на асада я сегодня с очень большим огорчением прочитал статью варенц я написал миша аренц серьезный человек один из самых серьезных я прошу прощения просто нашим зрителям бывший министр обороны министр обороны и министра страны где и профессора аэронавтики и один из ведущих конструкторов был авиационной промышленности он смысле урожденные родители из-за из латвии но жил воспитался в соединенных штатах служил в американской армии закончил и майте все и пишет миша аренц один из лучших так сказать в израиле что трагедия на ближнем востоке она из-за диктаторов каддафи виноват в том что сейчас беженцы саддам хусейн виноват виноват том что и еще пока не убиенный асад виноват не американцы не европейцы которые разрушили три государства два с половиной на ближнем востоке и ввели ближний восток в хаос нет ни одного слова диктатура виноват и то что там эти вот диктаторы не дали установить демократию вот все хотели демократию на ближнем востоке только каддафи и вы не дал вот теперь в ливии полная демократия но он виноват что в ливии такая демократия и саддам хусейн виноват что сейчас в В Араке такая демократия. И Асад виноват, что ИГИЛ и Джабет Нусра, которые поддерживали и американцы, и американские союзники, и деньгами, и всей помощью. Они не виноваты. Асад виноват. То есть пытается, идет полный накат, усиленный, заостренный против Асада, пытаясь, вероятно, создать почву для еще большего нажима на него. Ну да, все надеются, что если его доживут, то он уйдет, и тогда вот эти силы как бы договорятся между собой. А что уйдет? Какие, кто договорится между собой? Если бы, не дай бог, Асада свергли два года назад, кто бы сегодня сидел в Дамаске? В лучшем варианте, Джабет Нусра, это Алкаида. В более реальном варианте ИГИЛ. И вот эти люди, они вообще, вопреки всей правде, всем фактам... Ну там, по-моему, есть не исламистская, а сунницкая оппозиция... 60% оппозиции это ИГИЛ и Джабет Нусра, то есть Алкаида. То есть Алкаида современная это ИГИЛ, и Алкаида вчерашняя это Джабет Нусра. Это 60% оппозиции. А остальная оппозиция, большая ее часть, это мусульманские братья и другие, те или иные экстремистские, мусульманские движения. Я думаю, вот эти мусульманские братья, они привлекают внимание... Не важно, то же самое. А остальные делятся между нерелигиозными противниками Асада, вчерашними его союзниками, и просто местными бандитами. В каждом городе, где находится оппозиция, кроме этих всех, если они не успевают перебить, примерно от 10 до 15 банд чистых уголовников, племенных, родовых, или по тем или иным способам. В любом городе, где идут бои, где в глаз захватила оппозиция. Так вот эти, они и сердцу милее, и для демократии полезнее, если они придут к власти. Ну да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вдруг... И поэтому все взвелись, и все начинают беситься, не зная, что делать. Вдруг в Сирии... В Сирию вошел новый игрок. Россия. 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 Не то, что там не было, но в этом качестве не было. И тут очень интересное развитие событий. Другое качественное, так сказать, основа. Россия резко усилила и отправку в Сирию, и самолетов, и военных грузов в море. Частота их и количество резко возросло в несколько раз. И Россия сказала, да, мы строим аэропорт. Вот такие. Вот такие. Большой аэропорт, и то, что они строят и укрепляют базу в Тартусе, в Тартусе это не была база, это была заправочная станция и прочее. Но это еще не была военная морская база в области. И они строят там. И вот, аэродромы были такие, у него много может быть назначений. Одно назначение, то, что, как сегодня говорят, это будет большой аэропорт, который... А базе ВВС пока речи нет. Который за дополнение к Дамасскому аэропорту сможет принимать транспортные большие самолеты и большие грузы и людей. То есть он может быть один из основных аэропортов, которые будут охраняться также и сирийскими войсками, а рядом будут стоять российские войска. И будут обеспечивать приток и товаров, и людей вот такие. Или в этот район, в Сирию. Вот что интересно. Спросили командующего ВВС России. И он дал очень интересный ответ. Он говорит, на сегодняшний день этот аэропорт не используется как база для российских военно-воздушных сил, для участия в происходящем в Сирии. Ну, хорошо. И сказал. Но это не значит, что мы не будем его использовать в будущем. Ну, да. Он не сказал, что они не будут использовать. Сказал, сегодня не используют. Сегодня нет. И вот когда этот аэропорт будет закончен, он будет закончен в течение месяца даже быстрее. Вот тогда будет интересно посмотреть. Это можно увидеть по оборудованию, которое будет в аэропорту. По его размерам. По его структуру. По электронике, которая будет. Будет ли этот аэропорт для принятия транспортных грузов? Или он начнет принимать боевые вертолеты. Да, и даже самолеты. Если он будет принимать боевые вертолеты, то на этих вертолетах уже будут летать российские летчики. Естественно. И летать они будут не для парадов на Атлатаке. Это точно. И если будут летать вертолеты, то могут летать самолеты. Не истребители для воздушных боев и для получения воздушного превосходства. Потому что нету. Да, не с кем воевать. А для штурмовки, для атаки. То есть самолеты, которые будут бомбардироваться. Бомбардировщики, бомбардировщики, бомбардировщики. И это один из трех возможных вариантов. Один – транспортные самолеты, второй – боевые вертолеты, а третий – самолеты для... Это может быть и постепенно. Потому что объективно американские самолеты летают. ИГИЛ бомбят? Да. Бомбят. Австралийские летают? Летают. Датские летают? Летают. А почему российские не будут? Это зависит только от России. С небольшой разницей. Вот когда бомбят в Ираке, это согласие иракского правительства. А вот в Сирии – не спрашивают. И вот если Россия пойдет на этот шаг, и хотя бы вертолеты появятся, это значит, что американцы должны будут прекратить или согласовывать свои полеты с Россией. Потому что, чтобы как бы чего не вышло. Особенно если появятся самолеты. А согласовывать полеты над сирийским воздушным пространством в России – это значит согласовывать с Ассадом. Это значит, как минимум, война выходит на другой этап. Она выходит на другой этап тем, что Россия может решить, что ИГИЛ и Джабетед Нусра, иль-Каиду в Сирии с воздуха она будет бомбить. А товарищи американцы с их союзниками – вот и с турками в Ираке. Потому что если российские самолеты или вертолеты будут летать на Сирии, никто туда не сунется.